здравствуйте уважаемые зрители моего канала сейчас я запишу ответ одной женщине которую я покажу видео этой женщины мне прислал один зритель но я и раньше тоже набредал на этот канал но как сказать вот на это самое видео прямо на днях такое совпадение я отвечу надеюсь кстати посмотрит это и сама хозяйка данного канала она по моему не знаю отчество как зовут ну вероятно будет это очень полезное видео для любого человека просто чтобы он подумал мыслил анализировал ну и попытался сделать так чтобы его совесть ему подсказала ответы на эти вопросы начнем включаем слушаем качество звук к сожалению плохой у этой женщины ну тут уж как записывается так записывается сегодня я хочу коснуться одной очень щекотливой темы те кто читает комментарии под моими видео наверное заметил агрессивные высказывания некоторых вегетарианцев веганов сыроедов и прочих увлеченных здоровой жизнью людей дело в том я так понимаю что канал этой женщины посвящен жизненной земле деревне хозяйству и в том числе так сказать скотине так сказать птицы судя по комментариям я там три-четыре прочел она учит вот эта женщина она вот эта хозяйка канала как убивать что приготовить я насколько понял говорю я не смотрел но судя по комментариям и так слушаем дальше к чему она это говорит ну значит я так понимаю что писали это те люди которые не могут с этим мириться ведь есть такие люди которые не могут мириться с убийствами предательствами с порочностью подлостью человеческой они понимают что это неправильно но они как выпивающие в пустыне обществу говорят общество плюет отмахивается а еще хуже цинично ахаивает глумится и так далее поэтому да некоторые люди возможно очень может быть даже грубо отвечают что не всегда хорошо хотя всегда хорошо адекватно я понимаю что эта женщина не хамка это видно по ее внешности по ее речи и возможно так ей отвечать было конечно но не стоило это однозначно все таки давайте посмотрим в чем же там суть и обвиняли в жестоком обращении с животными во первых маленьких козлят мы никогда не забиваем но уже хорошо во вторых жестокое обращение к животным это бить издеваться не заботиться о них и бросить на произвол судьбы это абсолютно истинные слова я на сто процентов поддерживаю но только это касается разумеется любых животных от кошечек собачек до козы коровы и она с этим как я вижу согласно это совершенно правильно а вот жестокое обращение с животными не может быть когда обращаешься хорошо то есть не бьешь не пинаешь гладишь ах ты моя буренка там и так далее а потом раз и нож в спину или топором по голове это наверное не жестокое ну хорошо то есть но вот она говорит вы давно такими добрыми но в кавычках подразумевая то есть злыми да дело в том что людей добрыми или злыми делает ведь не то ведь рождаются все люди одинаковые в этот мир приходят в принципе по сути добрые дети смотришь дальше их воспитывает окружающая обстановка но когда-то у человека просыпается что называется совесть и он видит что совершенно в этом мире не все справедливо не так как должно быть потому что совесть это главное мерило человеческое ему подсказывает как бы изнутри говорит что хорошо что плохо что справедливо что несправедливо это выпьет к нам наша совесть мы же можем ее замылить замаслить можем продать и собственно говоря что мы и делаем превращаясь в убийц и поощрители убийства голосую порой своим кошельком или своими руками убивая считая что почему-то мы вправе это делать кто-то иногда начинает осознавать в каком же мире мы живем что вчера еще я об этом не задумывался и сам был таким но теперь да я не смогу с этим спокойно жить и хочу объяснить другим конечно есть те люди которые в начале даже в самом начале уже объясняют не спокойно не доходчиво не аргументированно действительно могут просто нахамить ни с того ни с сего вот ни с того нас не всего нахамить это плохо это я согласен нужно надо понять что людей человека довести можно до всего абсолютно ведь доводят же людей до суммы убийства даже да вот человек скажет порой о это вот так сказать сам виноват довел позволил или там слаб и так далее но можно довести порой вполне нормальные люди вершат то что завтра или вчера еще они от этого даже представить не могли бы что они могут так сделать поэтому человека доступление можно довести до безумия поэтому есть даже состояние аффекта в уголовных делах так сказать процессах как смягчающее наказание в отличие от алкоголя например когда алкоголь является усугубляющим фактором любого преступления а аффект нет почему а потому что это естественно значит то что человека действительно можно довести до чего угодно так вот есть люди которые могут умело это делать и почему считаете что те люди кто вот уже так сказать вот добрые такие то есть которые вам говорят о том что это плохо нехорошо являются людьми значит недобрыми и может быть даже ненормальными ну давайте рассуждать дальше если это ваше убеждение я его уважаю так вот действительно это ведь убеждение людей причем эти убеждения не на вере основанные или не на желаниях своих а на том что они жить по-другому не могут причем почему но мало ли кто почему не может жить а потому что они не могут видеть как вокруг люди циничны эгоистичны уничтожают убивают неповинных которые не могут им ответить ничем животных которые вчера им доверяли а тут его рука берет нож и перерезает горло потом кишки выпускает и дальше это куда-то продает либо ест сам и люди понимают что я не могу поняв все это вот очнувшись от этого безумия я не могу с этим жить и говорит очнитесь люди что вы творите это как раз глаз вопиющего в пустыне но когда мне рассказывают что сломает своим родителям руки если они зарежут козу это уж извините слишком да конечно это безусловно слишком всему должен быть как говорится предел разум человеку на то дан что так сказать вот безумие не впадать безусловно безусловно это совершенно неспоставимые вещи и нельзя так делать говорить думать но говорить с родителями или с другими людьми объяснять им что же это такое почему и так сказать ну а нет как говорится один раз сказал 2 приведи аргументы кого-то более весомого искать авторитетного человека его мнение а третье уже не мечи бисер это тоже возможно кто-то возможно не может хотя никакого оправдания безусловно в том что такое хотя я думаю такой никто не делает а говорят а говорить можно все что угодно если человека довести до как говорится иступление ведь я же не знаю и вы не знаете дорогие друзья какие были переписки на основании чего человек ей такое сказал возможно она проявила непробиваемый такой вот скажем идиотизм глумление цинизм возможно тогда человек таким образом ответил это же нельзя из контекста вырывать но мы не знаем поэтому не будем говорить об этом пусть это не буквально пусть это образное выражение но знаете изреченное слово это уже дело да нет не дело это просто вот как я уже говорил глаз вопиющего в пустыне это от безысходности от того что как же еще что то сказать может быть так очнетесь это может быть и такое естественно человек такое разумный мог сказать только в порыве какого-то отчаяния и безусловно так на самом деле не сделал бы и так не считает но понять таких людей можно в каком плане понять что доколе можно издеваться над человеческой природой над душой человека быть такими циниками ну об этом как раз сейчас поговорим почему же тут цинизм когда кто-то потребляет мясо сам убивает или просто покупает то что кто-то вчера еще убил и судя по грубым комментариям в мой адрес я ничуть не удивлюсь если кто-то и бросится на свою мать или отца в защиту курицы ну очень зря что так считают они очень многие известные люди не буду называть фамилии а жаль в течение последних десятилетий пытаются убедить человечество в том что человеческий организм не в состоянии усваивать мясо, молоко, сыр и яйца ну во первых как то я думаю что опять таки тут не совсем правильно говорит женщина ну как же не в состоянии в какой-то мере в состоянии но в той же точной мере потребление яиц, молока, творога, мяса и других животных так называемых продуктов приводит безусловно к болезням включая онкологию например сахарный диабет первого типа в отличие от второго да, инсулинозависимый это разрушение когда происходит полное или частичное островков лонгерганса участков поджелудочной железы который вырабатывает гормон инсулин происходит именно вследствие потребления высокомолекулярных белков а именно белка козеина, коровьего и прочего молока чужеродного для организма человека так вот об этом у меня есть статьи кто захочет не ахаивать вот так вот тоже подаваясь таким типа шариковым а понять, пожалуйста, прочтите можете посмотреть мои видео на эту тему если захотите понять почему я об этом уверяя и доказывая говорю а плюс ко всему профессора Вальтера Вайса или Кэмпбелла хотите почитайте даже дореволюционные исследования все это сейчас есть, лишь бы было желание но это другой вопрос совершенно а вот так сказать прочее что она говорит но при всем уважении к нам и к науке и ее светилам хочу заметить, что история показывает обратное а что история обратная нет, совершенно она не обратная показывает первое если мы говорим об истории то есть тех людей, которые жили когда-то то начиная тысяч лет назад Платон, Плутарх, Сократ и другие философы, ученые всегда говорили, будучи сами кстати веганами и сыроедами о том, что же вы творите люди ну ладно те далекие времена когда для выживания это было необходимо но как вы можете клеветать на землю сейчас, которая якобы не в состоянии нас прокормить и прочее и прочее и это продолжал Леонардо да Винчи это продолжал Бернард Шоу так сказать Махатми Ганди и прочие выдающиеся люди современности и прошлого и в наше время совершенно права есть такие люди которые приводят аргументы разные причем аргументы научные этические, аргументы духовные и прочее но об этом мы дальше поговорим ведь дама дойдет сейчас до Библии самая интересная тема поэтому в истории говоря о истории другой есть история болезни человека так вот история болезни человека как карточка так и история болезни говорит совершенно о том же например при дворе Бориса Годунова как и при других русских царях вот сохранились письма английских и прочих послов которые описывая говорили примерно одно и то что при дворе царя бояре до дворяне так сказать царь сам пользуются так сказать едят приготовленную вот эту пищу изысканно пользуются пилюлями докторами медиками там да а простой русский мужик живет сто сто два да живут мало болеют а простой русский мужик живет сто сто двадцать лет и как говорится щида каша пища наша самую простую пищу ест что выращивает у себя в огороде и так далее и так далее так вот у меня есть более десяти видео на тему долголетия долгожительства на Руси и не только там я привожу примеры и аргументированно доказываю так сказать а не формально к этому подхожу то как чем питались и какие причины следственной связи с этим есть и из этого выходит множество народов которые питаются этими продуктами и входят в число долгожителей прекрасно она имеет ввиду вот эти животные продукты и конечно народы поскольку все сразу понимают говоря о Кавказе так вот у меня есть о Чечен-Ингушетии у меня есть о Азербайджане по-моему да не Армении а Абхазии так вот я очень рекомендую тем кто хочет в этом разобраться они верят на слово или не оправдывая себя говорить все это бред и она права только лишь потому что вы так же любите как она мясо и хотите его есть и совесть свою не хотите взбудоражить перевернуть и пощупать что она вам скажет давно ребенка то вы в себе убили потому что маленький ребенок он воспринимает ягненка теленка зайчонка неважно как друга как товарищей а не как еду и это естественное то состояние человека которое взрослые потом люди объясняя ребенку что он не прав доказывают иногда с ремнем что давай ешь вот собачка это друг а вот это животное не друг она те твоя еда и это тебе якобы надо необходимо без этого жить нельзя и так заведено и прочую глупость и ахинею и так убивают человека в человеке человечность убивают но насчет долгожителей кавказа у меня там есть и примеры ста двадцати трех лет например человека который умер недавно во время войны отказался от мяса хотя кстати естественно не употреблял алкоголь не курил но от мяса тоже на кавказе от мяса да представьте себе многое товарищи вы не знаете представляете лишь со слов кого-то выдавая желаемость действительно так легче и проще жить и интересней ну а если бы люди те кто действительно ел мясо там понятно пил вино хотя многие не пили особенно мусульманские народы на кавказе тем не менее прошлые времена тем более то если бы они это не ели не пили бы они жили бы еще дольше потому что есть четкое понятное влияние животных высокомолекулярных белков на организм человека у меня есть подробные лекции на эту тему пищеварение очищение там водные лекции 9 причин основных групп факторов влияния на здоровье и причины болезни да еда и жизнь и прочее прочее посмотрите я под видео оставлю эти ссылки и вообще даже на своем личном опыте я убедилась как приходит и уходит мода на какие-нибудь научные теории а люди как ели мясо так и едят вот какая она молодчина это что вывод или что это логическое заключение на основании чего на основании то что он так хочет есть мясо и оправдывать свою работу и свою жизнь в убое животных ну я тогда так скажу ей она ведь как ели мясо так и едят но я скажу это так как раньше люди убивали других людей так и убивают и будут убивать наверное кто-то когда-то как насиловали людей и даже детей отдельные люди так они и будут что ни говори какая бы мода ни была на западе сейчас уже и моду входит вон и развраты инцесты и педофилии и так далее скоро может быть узаконят это даже ну и что мы будем тут говорить такое было раньше было с древних времен такое так сказать есть сейчас да такое будет возможно да если мы не изменим общество сами не сделаем его лучше и чище во всех отношениях а не только в каком-то отдельно взятом аспекте жизни человека в частности в аспекте нравственно-морального человеческого развития мы одних можем убить а других нет считая что одни жить достойно а другие нет а кто дал право вам на это вот судить и говорить об этом я знаю что она скажет сейчас дальше однако мы это дослушаем все таки да кто-то высказывается о том что если бы одни перестали есть мясо то другие на этой планете перестали бы голодать безусловно потому что не сразу бы перестали не все но в итоге да потому что если мы ну для одной коровы надо 3 гектара земли сено запасти и прочее фактически как пастбищи запас сена для одной через 2-3 года ее забьют накормят человек 5 в течение 2-3 месяцев предположим ну пусть чуть больше значит с этих 3 гектар за эти 3 года можно было бы собрать тонны а вернее сотни тонн плодов корнеплодов зерна и так далее если правильно подойти к аграрным вопросам а сколько уж яблок с этих садов на 3 гектарах это сотни тонн можно при правильном выращивании подходов адекватных к земледелию рачительному подходу плюс пчелы плюс все остальное ну ладно это не важно так вот важно другое что в этом случае людей если бы человек понимал что его пища плоды собственно говоря что есть на самом деле потому что мы не всеядные мы не плотоядные мы не травоядные мы плодоядные существа по нашей анатомии морфологии по нашей биохимии организма и даже говоря о религиозных так сказать вот во зрениях и верованиях да мы тоже плодоядные и в этом смысле теперь ну об этом кстати у меня есть отдельные видео включая мясо и библия про которые она сейчас будет про православие говорить про библию очень интересная тема так вот значит соответственно мы могли бы накормить в тысячи а не в десятки раз больше людей в тысячи с тех же гектар поэтому накормив больше мы неизбежно стали бы перерабатывать продавать в свежем виде отправлять в другие страны у нас убито сельское хозяйство это другая тема это наша беда но мы могли бы это делать как делали когда-то могли бы еще больше если бы у нас было бы не животноводство развито а в десятки сотни раз более развитое садоводство там овощеводство И так далее, и так далее И тем самым мы могли бы накормить И другие страны могли бы так поступить Но не хочет один человек поступать так Семья не хочет Деревни не хочет Город не хочет Область не хочет Страна не хочет Вот как, то есть, начинается всё с отдельно взятого человека И его личного убеждения Его личной философии на данную тему И вегетарианской пищи хватило бы на всех Конечно, хватило бы Эти люди голодают не от недостатка пищи А от гнилой системы управления на этой земле Ну, те страны бедные Африки, Азии, которые, так сказать Голодают, как она говорит От гнилой системы Я согласен, гнилая система управления есть Система порочна В целом, абсолютно верно Однако, там люди голодают ещё по той причине Что у них просто Либо постоянные наводнения, засухи Как у нас был голод Например, в 20-е годы страшные суховеи В южной части России, на Украине и так далее Плюс к тому, было даже в 46-м году страшный голод Из-за этого, а не из-за того, что наши нелюди, как говорят Некоторые хотели убить как можно больше людей Голод, естественное Когда почва не рождается Когда урожаи гибнутся Труд человеческий гибнет А есть что-то надо А мы живём от урожая к урожаю Так вот, а запасов нет Поэтому Бангладеш, прочие, так сказать Действительно, не потому, что кто-то этого хотел убить людей А по объективным причинам Но да, действительно Большая часть населения планеты Если бы было разумное, справедливое распределение ресурсов Адекватная помощь Более богатых стран, более бедным А не подачки и прочая, так сказать, показуха То тогда, конечно, не было бы и голода Научить людей правильно возделывать Иметь хорошее и правильное орудие труда Те предприятия, которые могут делать Новые, более совершенные орудия труда И высвобождать рабочие руки Направляя людей Освобождая время на саморазвитие и так далее Тогда бы этого не было бы И это действительно зависит от гнилой Или не гнилой системы управления В том числе Если лично я перестану есть мясо То это никак не поможет голодающим жителям Африки Это абсолютно поможет голодающим жителям Африки Разумеется, не сразу, не в сей момент Но в отдаленной перспективе, да Потому что, если вы откажетесь Лично вы Откажется ваша семья Ваши друзья, близкие Вокруг вас Поскольку вы живете С ними общаетесь Они вам доверяют И так далее Дальше откажется, так сказать Более крупное какое-то образование Людское Люди на людей смотрят Вот сейчас же больше стало веганов Вегетарианцев, сыроедов Чем 10 лет назад Раньше даже никто не знал, что это такое Ну, в большинстве своем Сейчас же знают все Вообще все Кто раньше представить не мог Кто раньше глумился Или пальцем у виска Уже понимают Задумываются Потому что в душе Где-то глубоко Пусть даже Уже сидит какое-то Даже сомнение Хотя бы небольшое А может действительно А почему бы нет А ведь действительно Есть разумные аргументы Хотя человек сам себе Не осознает Может быть Боится признаться И тем не менее Он уже подсознательно это понимает Вот Поэтому откажетесь вы Откажется другой Будет другая государственная политика Будет по-другому происходить Соответственно Распределение Труда И КПД Земля Так сказать Производство Из продукта Будет совершенно другой Вы забыли Или не знали Что такое пищевые сети И цепи Что количество энергии И питательных веществ От одного потребителя К другому По цепочке пищевой Падает И энергии Меньше передается От одного звена К другому Так вот нам Природа Или Бог Как хотите Боги Кто во что верит Дала все Землю Которая способна Давать плоды И нам И это Людям Которые И есть Это И видовая пища Вполне хватит Что прокормить В сотни раз Больше людей В тысячи Чем сейчас Живет А расплодившихся Телят и кроликов Где-нибудь в Австралии Будут продолжать Закапывать тонны Это безусловно Неправильно Коли уж мы довели Землю До того Изуверства Что сейчас происходит Кроликов Когда-то Да Завезли в Австралию Выпустили Потом Бесконтрольное размножение Не имеют В природе Там нет хищников По ним Таких Чтобы регулировать Серьезным образом Их численность Да Экологическая катастрофа Там От жабы Аги Произошла От кроликов Еще от некоторых Животных Которых завезли туда Значит Человеку К сожалению Коль он допустил Такую страшную ошибку Преступление Надо исправлять И безусловно Если уж кроликов Там убивают Чтобы спасти растения Чтобы пустыни Не увеличивались Это понятно То Выкидывать Закапывать Это конечно Грех Что называется И придется Пока люди Еще едят Конечно Это мясо Этим Можно было бы Продать Или накормить Голодающих Да Это понятно Потому что Это логично Так же как Есть Гарри Юровский Такой известнейший В мире Ну один из известных Веганов Этических Он тоже говорит Совершенно разумные вещи Для разумных людей А не для фанатиков Он говорит Что я понимаю Вот у меня Могли быть старые Обувь Я еще не был веганом Но я это понял Позже Но я не выкину их Понимаю Что я просто Природные ресурсы В помойку выкину И я просто делаю Тем самым Тоже преступление Ну коли уже Это произведено И это у меня есть Новое Я бы не купил Чтобы не поощрять Это Не поддерживать Эту промышленность Убойную Но если уже есть Я должен доносить Это преступление Если я не буду это делать Так же она Правильно в этом смысле Говорит Мадам Вы правы Что действительно Так нельзя Но нужно этому Конец положить Вот так некоторые пишут А как же коровы Вон их Ну правильно Тогда нужно Что сделать Ну пусть они додают вам Это молоко Ну направьте вы его там Хотите пейте Хотите на строительные материалы Как раньше Дело с гашеной Изюзю алебастром Делали негорючие материалы Побелку для Дворянских усадеб Там и так далее И так далее Миллионами пудов Шло в России Это молоко Творог на эти дела Строительные Можете пить Пожалуйста Если хотите Но Ну да держите Не разводите Коров бедных Сотнями миллионов Во всем мире Чтобы их убивать Не приходилось Потом Ну довести А вид будет существовать В природе Существуют яки Там бизоны Там зубры И тогда Сохраняйте виды И коровы пусть Сохраняются Как вид Естественно Но специально Размножать их Для убийства Для прокормления Так сказать Неуемных живот Так сказать Ваших животов Хотя Для здоровья Это Пагуба И это Приносит Только страдания Болезни И смерть Причем Всевозможные Болезни Именно От потребления Первичные Первая причина Всех болезней От накопления Гнойных Токсинов И трупных Ядов В организме В результате Потребления Высокомолекулярных Белков В первую очередь Животных Белков Которые не могут В полной мере Перевариться Пройдя Желудок Двенадцатиперстную Кишку До той части Тонкого Кишечника Где всасывание В кровь Мономеров Питательных Веществ Происходит И когда Полимеры Высокомолекулярные Белки Все-таки Всасываются Пусть в малом проценте Происходит Реакция Антигена Антитела Про которую Я рассказываю Постоянно В своих лекциях По питанию И тогда Водных лекциях А результатом Этой реакции Иммунной системы Наших антител С антигенами То есть Чужеродными Белками Которые попали В организм Любыми Вирус Грибок Бактерии Либо куриные Ножки Съеденный Белок Происходит Реакция Иммунная Когда Уничтожаются Нашими Иммунными клетками Вот эти Чужеродные белки Два белковых тела Гниет Образуется Кадаверин Это кадавер В переводе с латыни Трупный яд Путрисцин И прочие Яды И токсичные соединения Которые в полной мере Из организма Не выводятся И подтравливая Клетку За клеткой В процессе Деления клетки То есть Без половыделения Процесс метоза Называется Образуются ошибки Аномальное деление клеток В конечном переводе Приводит к раку Естественно В слабом организме В ослаблен Подсоединяются Подселяются Грибки Берут верх над человеком У кого-то Кандидоз Аспергилиус Или допустим Батритис Серая плесень И так далее И пошло-поехало Ряд проблем Доброкачественных Опухоли Женских проблем И прочих И прочих Так что дорогие друзья Если кто-то хочет Беспристрастно Вот как я То есть совершенно Без какого-то желания Что-то оправдать Выиграть Я единственное что Против чего Против глумления Над здравым смыслом Человеческим Над логикой Над природой Вот это я против Категорически А так Я отношусь к всему Абсолютно Беспристрастно И поэтому Так сейчас Спокойно Все это говорю Пытаюсь объяснить Возможно Кто-то все-таки Поймет Среди зрителей Вот этой женщины Она может быть Очень хороший человек И скорее всего Таковой является Доброй я имею ввиду Отзывчивой Возможно Так сказать Женщиной Хорошей мамой Возможно Вероятно Да Но Нельзя же тогда Спускать И то Или соглашаться С попустительством Да Заниматься С той Глупостью И вредоносностью Тех изречений Которые Она Несет Несмотря на то Что она Человек хороший А болезни Населения Цивилизованных Стран Продолжает Прогрессировать Не от того Что люди едят Мясо И молоко А от того Что они едят Слишком много Болезни Прогрессивных Стран От того Происходят Людей Что они Во-первых Едят слишком Много Она в этом Права Во-вторых В том Что они Что они едят То есть Несвойственную Человеку Пищу Вареную Жареную А в природе Этого Разумеется Нет Они едят Несвойственную Данному Нашему Виду Мы плодоядны Они едят Плоть Убитых Животных Мышечную Ткань Трупов Убитых Животных Что вообще Не является Пищей Для человека Тем более В вареном Виде Видоизмененном Аморфном Где уже Нет белковых Тел А некая Аморфная Масса Бывших Белковых Тел Напоминаю При плюс 70 градусов Происходит Полная Неморротимая Донатурация Белка В природе Так есть Теперь Это основа Биохимии Значит Вот И от того Что есть эпидемия От того Что есть паразиты Даже в развитых странах Да Очень у многих людей Правила гигиены Не идеально соблюдают Домашние животные Переносят Там крысы И прочие Тараканы Насекомые Существует Десятки других проблем Которые сокращают Жизнь И приносят болезни Но главное Из них Питание Неадекватность Питания Есть понятие Видовое питание Присущее данному виду И адекватное То есть Естественное Каким пища Создана Богом Или природой Кто во что верит Но это факт И вот если мы отклоняемся От каждого из пунктов Плюс вода Которая уже не обладает Теми физико-химическими свойствами Которая должна обладать И была когда-то на планете Когда земля была чистой Человеком не изгаженная Не убитая Вот что человек сделал с природой Сейчас же уже Здравый смысл ушел вовсе И вот теперь мы уже Оправдываем себя Всячески Еще желая видеть Себя приличными Порядочными людьми О вредных продуктах С вредными добавками Если честно и говорю Это понятно Да Едят много Жирного Сладкого Калорийного В огромных дозах С которыми Их организм Справится просто Несостояние Ну это совершенно справедливо Вся синтетическая еда Жирная Тем более Синтетически рафинированные Сахара Трансжиры Это вообще не пища Человеку Тем более Когда в больших количествах Есть вредное Это неправильно Это приведет К этим проблемам Она права То есть это увеличивает Процентное отношение Больных людей Но ведь они были И раньше больные люди Что думать До революции На Руси Не умирали от рака Почитайте Вон воспоминания Разных людей Почитайте Ту самую Водяную Про которую Все кому не попади Описывали Даже Шмелев Так вот А что это такое Это и есть онкология Это ацесса Это последние стадии Уже рака И это у кого было В основном У дворянства Или у богатого купечества Не тот Кто ел щедыкашу Пищу нашу И от земли Свеклу Морковь Репу Приготовленную Вареную Жареную И в основном Мясную пищу Помните как Подагра Болезнь богатых Почему? Потому что Мясо едят А бедные Не могут себе позволить И потому Действительно Люди Более бедные Кто меньше ел И по количеству И по качеству Так сказать Жили гораздо дольше Именно поэтому Сейчас еще живы Те блокадные Ленинградцы Которым некоторым Сто лет Бабушке Дедушке А есть и больше Кто сохранил себе После этой тяжелейшей Блокады Как бы привычку Есть мало Низкокалорийная Пища продлевает Жизнь Это известно И в малых количествах То есть экономия В данном случае Выходит человеку Не боком А как раз Тем самым местом Правильным То есть это И есть основа Вот как сказать Здравого смысла И природы Закона Да безусловно Человек должен голодать Иногда так же Как в природе Есть Периоды голода Для живого организма Тогда происходит очищение Но если бы была еще вода Не то что чистая Химически А с правильными Физико-химическими Свойствами Я имею ввиду УВП Водородный показатель Наличие молекулярного водорода Но об этом я в своих лекциях Поясняю Кто хочет Посмотрите Да Это тоже факторы Я строю свою жизнь По Библии Молодец По Библии Есть эти продукты Мне не запрещают Правда? А совесть Мадам Ваша совесть Личная Запрещает или нет Тоже не запрещает Или совесть здесь Ни при чем Как Стерлигов Говорит А все надо По бумаге читать Вы знаете что? На заборе многое тоже Что написано А что? А Библия А вы думаете Это Библия та самая Которую Бог завещал? А не считаете ли вы Что Библию переписывали Десятки Если не сотни раз Вспомним только раскол Ну Так сказать Вот Того же Никоновский раскол При Алексею Михайловиче 17 века Скольких людей там Сжигали Сажали на кол Заливали в рот Расплавленные олова Из-за того Что Были разногласия И сколько тогда Переписывали книг Церковных Разных книг Требников Всяких Так сказать Библии и прочее Меняли там Нюансы разные Уставы Кто да, сёда, пятое, десятое Разве нет? А до этого было Так вот У меня есть такое видео Где аналитика Представлена Назовется Мясо и Библия Она будет под данным видео По ссылочке Дорогие друзья Кто вот так же считает Как эта дама Ну Чтобы себя оправдать Где-то прочесть И сказать О Тогда режу горло спокойно Так вот Посмотрите это Чтобы такого не делать Всё-таки Я вам шанс Даю Такой шанс Чтобы Вы потом не жалели Когда будет поздно Во всех отношениях Во всех случаях Так вот Мирило главное Дорогие друзья И вы, мадам Анна Или как вас Это не книжка какая-то Это не пустое слово Изменённое уже многократно Это слово живое Хотите говорить Живого Бога Природы Это то, что в вас От рождения Заложено и дано Природой Или Богом Это совесть ваша Спросите у чистой её Хотя если она уже грязная И вы будете всячески пытаться Не достучаться Не откопать её Не отрыть То вы, конечно Может быть Это не поймёте Как правильно говорит Профессор Жданов Владимир Владимирович Что эту беду Которую с нами сделали Которую мы допустили И сами С собой сделали С народом Это алкогольную Эту беду Проблему Через фужер С шампанским Не увидишь Никогда Если ты пьёшь Сам Так вот Поэтому Здесь тоже Трудно увидеть Но то на то и человек Который должен Над собой возвышаться И не потакать Своим порочным Пристрастием Привычкам Пагубе А Беспристрастно Оценивать себя Критически И возвышаться Над собой Прежним Ну хорошо Идём дальше Но она запрещает Лень Обжорство Различного рода Пресыщения И всякую пухоть Да Это прекрасно Это правильно Только это же самое Запрещает что? Совесть Это не расходится С понятием Добра Справедливости Мерилом Высшим Человеческим Его Совестью Который призывает Его к тому Чтобы не быть Ленивым Потому что это плохо И ты просто пропадёшь И сгинешь Если конечно Тебе на халяву Кто-то не даёт Что-то И ты так сказать Пользуешься этим И только лентяничишь Как обломов Что значит Нужно быть честным Порядочным Не воровать Не красть И так далее Это всё правильно Это всё Говорит нам наша совесть Так же как она и говорит Что наши животные Это друзья Это часть природы Часть бытия нашего Они такие живые Как и мы У них есть Глаза Уши Они слышат Видят Они чувствуют боль Они надеются на наше Ну как бы сказать На нашу человечность Что ли Как один суровый человек В одном из видео Я вот приводил пример Охотник сказал Ты его простишь два года Он подачку берёт с рук Надеется на тебя Так сказать А ты ему Пулю в лоб Предательство И этот мужественный Сильный человек Сильный человек Предательство Чувствует Совесть Я вам могу привести Другой Посмотрите Мне писали Мои лекции Смотрит очень большое количество Оказывается Священнослужителей Из русской Православной церкви Начиная там От России Бывших стран СНГ До Афона И Австралии Причём Из Австралии Человек один Священник Написал вот это письмо В основу которого Я взял В своё видео Мясо и Библия Где как раз Потом становится Вы вообще Кстати подумайте Вот а были К чему должен Христианин стремиться Наверное К эталону Правда А где он эталон А это те как раз Изначальные заповеди И жизнь Которая была создана То есть плоды Райские сады Плоды Человек питался плодами Это во всех религиях Ясно Видно Мы что Должны сейчас Мириться И компромиссы искать Чтобы брюхо свое Что ли тешить Ненасытное Так нет Мы только зло В этот мир Таким образом Принесём Ложь Двуличие Самообман Если мы будем Порядочными людьми Если вы религиозный человек Вы должны стремиться К идеалу Невозможно Конечно возможно Так вот Я Что хочу сказать В этой связи Есть люди Которые Многие Проводили Ну как бы Не расследование А вот эту аналитику Откуда что взялось Когда внедрилось Слово мясо Почему оно таковым Изначально не было И так далее Посмотрите это видео Может быть вы поймёте А главное Ещё раз скажу Где бы чего написано Не было Знаете что самое главное В душе у вас написано Вредно пить молоко А в библии Я читаю А вы можете Что угодно читать Молоко Своей матери Пить не только Не вредно Но и естественно Полезно Необходимо Жизненно Важно Пить молоко Других видов животных Идиотично Глупо Приступно Ну потому что Иное молоко Человеком Они у меня есть Кто захочет Посмотрит Там всё аргументировано Доказано Потому что Логично Потому что Я поясняю Каждый Слово Звук Каждый нюанс Кто захочет Разобраться Ну смотрим Что же она нам скажет Библия Понятно Какого года издания Молодец Не 1500 Годов 1300 27 глава 27 стих Хотя Можем прочитать Раньше Можем Овцы На одежду Тебе И козлы На покупку Поля И довольно Козьего молока В пищу Тебе В пищу Домашним Твоим И на продовольствие Служанкам Твоим Если Была Какая-то Экологическая Катастрофа Как часто Говорят Глобальная Природная Катастрофа То Грех Судить Человека За то Что он Ест хоть что-то И Это понятно Человеку Надо выжить Безусловно Тут других Вариантов Нет Но когда Человеку Все дано И он Может жить Спокойно Потребляя в пищу Такое количество Разных Овощей Зелени Фруктов Орехов И так далее Сотен видов А столько Даже и не нужно Человеку То это уже Наглость И Ну как сказать Подлость Так Низко Пать И самооправдываться Тем Что якобы Этого не хватает И мы глумимся Тем самым Над землей Или над Богом Кто религиозный Что якобы Нам нету пищи И нам надо Теперь убивать Кого-то И проливать Чью-то кровь Чтобы Насытиться И жить Поэтому Об этом тоже Стоит Я думаю Вам подумать Бытие Восемнадцатая глава С шестого стиха И побежал Авраам к стаду И взял теленка Нежного и хорошего И дал отроку И тот поспешил Приготовить его И взял мак Как хорошо сказано Приготовить его А что предшествует Приготовлению его Я так понимаю Он его взял Отвел в сторону Вероятно Перерезал горло Ножом острым Заточенным Для этого Специально Холоднокромно Заранее Приготовленным Ножом Значит у него Кровь лилась Он бился в огонь Он не хотел умирать Он чувствовал Наверное Кобя его ведут На бой Как скотина чувствует И мучается И там гормон Адреналин сумасшедший Поэтому кстати И кровь выпускают Вот эти все товарищи Чтобы как раз Мясо не было так Отравлено Хотя бы гормоном Адреналином И другими Токсичными продуктами Которые выбрасывают С органами В кровь Во время этого Страшного стресса Предчувствия Неминуемой скорой Гибели Для того чтобы вы были людьми Стали людьми Хотя бы Я советую вам Почитать первую ступень Есть даже озвученные Видео аудиокниги У меня на канале Например есть Кому лень читать Первая ступень Льва Николаевича Толстого О чем это О том Как теряется Человечность В человеке Сострадание Боли И так далее За других И вот Даже суровый мужик Пьяненький Который ехал Вез Льва Николаевича Толстого На эту картину Посмотреть Как автор Он хотел глазами Чтобы попытаться Описать то что он увидит И то что чувствует Но гонит от себя Любой человек Нормальный Хотя бы в начале Пока он человечность Не потерял И они видят картину Когда свинью Зарезанную Но еще живую Она бежит Кровь из нее Брызжет Вырвалась И мужики за ней С ножом бегут И бьют И вот этот мужик Воскрикнул Увидя это И неужто За это Не будет наказание Будет Уважаемая Анна За это Обязательно будет наказание По законам Справедливости Законом Совести Законом Причинно-следственных связей Обязательно будет Особенно Пока вам дана жизнь Вы можете это осознать Понять Покаяться Перед собой А где вы там что прочитали Еще раз говорю На заборе тоже можете Много чего прочитать Ваша мерила Любого человека мерила Это его Разум На то он ему и дан Разум Чтобы отделять Как говорят мух от котлет Чтобы Его совесть Чтобы чувствовать То что ты понимаешь Разумом Так вот Я это вам очень надеюсь А там всякие Высказывания Где-то что-то В оправдании Своей совести Это подло Низко и цинично Значит Поэтому Да Понятно Человек может пойти в лес Собирать ягоды Грибы На него может наброситься Медведь Чисто теоретически Допустить такое возможно Или волк Бешеный И если у человека Скажем Ружье Он может его застрелить И это будет правильно Потому что он спасет Свою жизнь Так же как правильно будет Если маньяк Насильник Или какой-нибудь Преступник Вор Нападет на вас Или ваш дом Ломится И захочет Изнасиловать Скажем Вашу жену Или там Завязать ребенка То вы Не только вправе Вы обязаны Его убить Подонка этого И это будет Совершенно Справедливо И правильно Ну а Так сказать Вот Убить Животное Чтобы Не чтобы Спасти свою жизнь Это понятно Всякое может быть И никто не будет Осуждать в критических Ситуациях человека Когда нет другого Выбора Чтобы Самому Не умереть С голоду Скажем Это понятно Но если Так сказать Есть все Что необходимо И более того Если вы живете Не в сверх суровых Условиях Там Крайнего севера При полном отсутствии Связи Что называется С большой землей Никаких предметов Орудий труда И ничего вообще У вас нет Это вот Если нет Одно А если есть Это совершенно другое И поэтому В крайнем случае Мы можем приступить С жалостью С болью С состраданием С покаянием К этому А если мы Так сказать Потеряли в себе Человечность То мы можем Оправдывать себя Свою подлость Низость Подлые Низкие Вот эти И привычки Различные Свои Извращенные Любой ценой Можем оправдывать Даже ценой Как бы Глумления над разумом Человеческим И над его совестью Масло и молока И теленка Приготовленного И поставил перед ним Так вот Они его готовят Горлышко-то перережут Кровь выйдет В конвульсиях умрет Бедное животное А потом ему что Вспарывают брюхо Вытаскивают кишки Внутренние органы Это все будет гнить Лежать Ну кто-то даже ест И это уже Потом шкуру сдерут Еще с теплого Так сказать Трупа А потом кусочки Этого трупа Будут запихивать Себе В чрево Как вы говорите В брюхо свое Ненасытное Для чего Не для того Чтобы не умереть С чем-то еще Чтобы вкусно было Так вот Вам вкусно А ему муки И смерть И кто вы После этого Они ели Трупы Очень хорошо И вы тоже Едите трупы И учите Как есть трупы Как правильно Это приготовить Как гуманно Убить других Я прав? Так что Если вы Не едите мясо Это ваше право И в этом Я вас нисколько Не критикую Но не судите Вы нас Тех Которые едят Почему же Мы вас Не должны судить Мы должны судить Вас Потому что Была такая Очень хорошая Была поговорка Что Только с молчаливого Согласия Свершаются Все эти Преступления То есть Бойся Не убийцы Предатели Они могут только Предать и убить А бойся Равнодушных Людей Вот если мы Люди Не хотим быть Равнодушными К тому что творится То мы Должны вас Осуждать А просто Обязаны вас Осуждать Чтобы мир Хоть как-то Стал лучше Для всех нас Я не хочу Чтобы мои дети Жили Вот в мире Худшем Я хочу Чтобы они Жили в лучшем Мире Где добро Справедливость Сострадание И честность И порядочность Будут выше Двуликих Стандартов Подлости Цинизма И так далее И потому Я буду Мешать Безусловно Я стараюсь Это делать Как можно Тактичнее Иногда Прибегаю К методу Шоковой терапии Для спящих Мозгов Это моя рубрика Сосиска в голове И прочее Посмотрите Эти Видео Я там Не оскорбляю Людей А я пытаюсь Достучаться Теми Средствами Орудиями Что называется Виртуальными Которыми Человек сам Так сказать Пользуется Тем языком Который Сам человек Способен Понять Находясь На том Или ином Уровне Развития И так далее А вот Данной Даме Как вы видите Я говорю Совершенно Спокойно Размеренно Аргументировано Потому что Вместе С нами Вы судите И Абраама Да какая разница Кого Мы Или кто-либо Судит Вместе С вами Абраама Ну и что И тех Кто ел Вместе С ними А это Если вам неизвестно Был сам Бог Сам Бог Был Абраам Это оригинальная мысль Ну ладно Значит И что То есть Вы хотите сказать Что Бог Это тот Кто Давайте разделим То есть Вернее Скажем так Бог Это как бы Для большинства людей Религиозных Я так понимаю Это эталон Человеколюбие Сострадание Добродетели Это все самое лучшее Светлое Чистое Что только может быть К чему человек должен стремиться Но никогда Не возвыситься До такого уровня Прав я? Я думаю да Если я прав По вашему То тогда Может ли такой Человек Или существо Сущность Бог Имея такие высшие Качества Человечности Справедливости Может ли он Говорить Перерезай горло У этого Живого существа Вытряхивай из него Кишки Режь на куски Жарь и жри Это Это может говорить Другое существо Или сущность Сатана Не попутали ли вы Бога Дорогие товарищи Вы хоть думайте Я понимаю Что вы фанатики Видимо Но ведь Всему же есть предел Может быть Не до такой уж степени А совесть-то Вас зачахла Вы думайте Хоть иногда А не только Слепо Следуйте Как стадо Кому Вам Кому выгодно Вас так вести Как стадо Вот туда А куда В пропасть В пропасть Вот это вот Как раз очень плохо Бога Приплели тут При всем при том И не собираюсь Вести здесь Богословские беседы Очень хорошо Я к этому не призвана И здесь для этого Не место Единственное Чего я хочу Она не призвана Однако Апеллировала К Библии И как бы Подтвердила Свою правоту Или вернее так Оправдала себя В глазах других Приведя аргументы Как раз из Библии А еще говорит Что Не призвана И не собирает Ну вроде как Не хочет И не хочет А сделала Однако же Зачем же так Веганцев Веганов Сыроведов И тому подобное Пожалуйста Если вы случайно Зашли на наш канал Закройте тихонько дверь И идите с миром Хорошо Но и дело в том Что Многие мясоеды Так сказать Тоже случайно Заходя Например На мой канал Или на канал Других людей Кто является веганом Сыроедом Они начинают Умничать Хамить Паясничать Выпендриваться Глумиться Ладно Если не понимают Спросят Всегда вежливо Тактично отвечу Дам ссылочки Но когда начинают Хамить Глумиться Кичиться И так далее И вести себя Как быдло Ну если вдруг так Да То я соответственно Не упускаю Возможность Поставить Взорвавшихся Хамах Наглецов И быдло На место Ну и понятно Что не такой человек Я вам по другому И говорю Адекватно Поскольку я разумный человек Поступаю всегда Совершенно адекватно Вот Но тем не менее Зачем же Зачем же Неадекватно Мыслить И двулично Жить так как вы живете Это ваше право Да А так же Как и право Животных Бедных Несчастных Которых вы убиваете Жить Отведенный им Срок жизни А не Кончать свою жизнь Под вашим ножом Либо топором Не судите тех Кто этого не делает Ну вот давайте Не будем судить Тех Кто Старается жить По совести А тех кто Двуличничает И Свершает Страшные преступления И оправдывает Их Чем бы то ни было Если у него конечно Нет критической На то И объективной ситуации Давайте будем Все таки судить А то очень хорошо Устроились Типа Не суди Да не судим будешь Вот как хорошо А как же вы В свое оправдание Все что угодно Готовы так сказать Сказать Процитировать Человеческая жизнь Стоит Намного дороже В жизни животного Так И что Ну хорошо Допустим так Правда для животных Вот Для тех Кого вы убиваете Мне так почему-то кажется Их жизнь Они хотят жить и дальше И для них жизнь Дороже Чем ваша жизнь Вы же решили Что их жизнь Менее цена На безусловно В человеческом Как говорится Гражданском обществе Мы не судим Тех кто Убивает Скажем Коров Кост Держа их В своем Приусадебном Хозяйстве Но Мы будем Осуждать Сразу тех Ребят Парнишек Которые Тоже цинично По дури По дури Своей И так далее Убили Кошечку Замучили Или собачку И мы правильно Их осуждаем Это бесчеловечно Подло Низко Мы должны За это наказывать Но почему же Мы не должны Наказывать Осуждать Тех Кстати мы Осуждаем Правда Тех Ребят Которые Убили Кошечку Замучили Вашу Любимую В хозяйстве Кошечка Была Они взяли И ее Потопили Вы будете Осуждать Да будете Но вот Мы тоже Должны Осуждать Тех Кто Вот такими Двуличными Людьми Является Вернее Ну людьми Так Ладно Хорошо Скажем Вот Поэтому Убить Не важно Кого убить И за что Важно Если Вы Стоите На вопросе Выборе Жизни и смерти И вы Именно поэтому Убиваете Чтобы выжить Но только не человека Правда А например Животное Чтобы пропитаться Когда вы там Недели две Не ели И где-нибудь в тайге У вас так сказать Вот нож Ружье И ничего больше Осень Зима И не выкопать Ничего Корешки Не может Ничего съесть Можно понять И никто не осудит Ну из-за разумных людей А если извините У вас все есть И вы это делаете То это не то что можно А должно осуждать Должно осуждать Несмотря на то что Общество Большинство То есть людей Общество еще считает Что мясо есть Необходимо Нужно Ну а значит Любые средства Хороши И все оправдано И у нас возникают Двойные стандарты Собачки Кошки Значит это Люди мерзавцы Кто над ними издевается Либо убивает Просто убивает Вот без всякого издевательства Взяли и убили просто Потому что ненавидят Взяли и стрельнули С холодным расчетом А корову Кто-нибудь там Стрельнул Или топором ударил Это нормально Время пришло То есть ей всего 2-3 года 4 Да и неважно сколько А вы вот ее жизнь прервали И это нормально Да Человеческая жизнь Конечно для человека дороже Это безусловно И никто с этим тоже спорить не будет Однако же зачем такой цинизм холодный Не будьте жестоки Так вот Так вот Уважаемая Анна Пожалуйста Я вас очень прошу Не будьте жестоки Ну не будьте больше жестоки Очнитесь Ну а теперь Я обращаюсь к друзьям Ну к друзьям Что подписывайтесь И так далее Я единственное что хочу Показать один тут комментарий Я вниз тут немножко пролистал Вот это вот Товарищ Лего Дарт Такой вот прям Русский крестьянин И уж к слову пришлось Анна Спасибо вам большое То есть за щадящий способ Забоя домашней птицы Вот как интересно Да уже в самом словосочетании Оригинальный текст Я Пишет это Мадам видимо Убиваю их сама Потому что никому не могу доверить Да вы просто гуманист Я знаю их Я вырастила каждого цыпленка из яйца Видела смену перьев Развлечаю каждого по характеру И что потом Делаете вы уважаемая мадам И не могу отдать их в руки Случайному человеку Приходится бить птицу самой Да вы просто несчастный человек Вы вынуждены Просто любите И потом Каждое перышко считали Знаете А потом берете просто И отрубаете Видимо топором На полене голову Да Птички ваши Которые вы вырастили Да кто же вы такой Из-за сострадания еще Ну какой же цинизм Так повелось Что зиму мы Проводим Не на Самуа А в России Да ну А вы например знаете Что Чернышевский Бывая ссылку в Сибири Когда климат был Кстати Хочу вам сказать Не такой Как сейчас Мягкий А он был сыроедом Если вы не знаете Да то есть И вот он даже Царские деньги Которые на содержание Заключенных присылали Хотя на вольных поселениях Он жил Экономил И выращивая Ел только то Что выращивал В своем огороде Вот вы об этом не знаете Или вы что думаете Нет в Сибири Тех кто не ест Но они же живы А вы Что думаете Вы бы умерли Не умерли бы Вы с голоду Жили бы Прекрасно Ничего бы с вами Не случилось Поэтому вы не вынуждены Не надо себя Так обманывать Низко И люди Из идиотов Считать нормальных Разумных людей Вы просто Оправдываете Вот это убийство Якобы необходимостью А почему? А потому что Жрать вам это Нравится Вот и вся Ваша дешевая философия Где зимой Типа мало солнца И холода Да ничего страшного Без Без мяса Они трудно Очень трудно Полноценно выживать Да ну Письмо Почти дословно В моем блоге Юфролов.блог Где-то оно лежит Письмо Я его много раз Скопировал Женщина пишет Что У меня есть фотография Моего прапрадедушки Он родился в 1840 Умер в 1957 На 118 году Жизни Он никогда в жизни Как и его жена И все наши предки То есть Ну ее предки Кто пишет Вот эта женщина Не ели мясо В Сибири они По-моему В Томской Или Омской области Могу ошибиться Значит И описывает там дальше И как И что И так далее Все жили Больше 100 лет Никогда не ели Мясо Животной пищи И ели в основном Пищу сырую Так что Все вокруг нас Да мы не видим А вспомните Того же Шмелева Как он говорил Молодому Будущему писателю Когда его За собой Он водил А он Строительной бригадой Отца руководил Вот это дядька его Так сказать Он говорил Какая для русского мужика Самая первая пища Зимой Квашеная капуста Ну а вам Дорогие друзья Если будет интересно Почему квашеная капуста Почему так Они не сяк Где же правда Если вы будете Смотреть мои видео И вот Беспристрастно Без желания Оправдать то Что вы любите Вы поймете все Я отвечаю На все вопросы Не потому что Я отвечаю Потому что я просто говорю Правду Беспрекрас Ну просто Констатирую Законы природы Нравятся они мне Или вам Мне все равно Я просто не люблю Дури Идиотизма Цинизма И так далее Так Я хожу на веганские каналы Как они там С друг с другом Гадости говорят Я вот честно говоря Ну говорят Люди-то разные Неважно человек Сыроед Веган там Или мясоед Люди разные Характеры Они с собой Переносят В новую жизнь Что называется Свою Не все Меняются Человек может Поменяться В плане общения С людьми Будучи мясоедом Будучи веганом Правда Среди веганов Все-таки Надо сказать Должно это чаще Бывает 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 что Люди В лучшую Сторон Меняются Хотя Остаются И те Кто Не Меняются Одна Милая девушка Собаку Мясом Кормит Убийцей Гадина Примерно Так ее Называют Собратья Веганы Нет Ну еще раз Да в этом Есть же Некий Цинизм То есть Она Кормит Собаку Мясом То есть Сама Не ест А кормит Ее То есть Тем самым Своим Рублем Кошельком Голосом Поддерживает Убийство Животных Поэтому В какой-то Мере Веганы Те Кто ее Правы Но надо Это Объяснить Девушке Конечно Было Как-то По-другому Найти Альтернативу Вы же Пишите Аргументы О том Что Собака На морковке Долго Не проживет И умрет Так сказать И умрет Печальный На них Не действует А что Вы взяли Уважаемая Мадам Лего Дарс Что Они Собаки Умрут Если вы посмотрите Мое видео О кормах Веганских Для кошек Собак Но не для того Чтобы покупать У меня его И скажете мне Я знаю Такие как вы Сразу скажете Это бизнес Поэтому он продвигает Я вам наперед скажу Никто никогда Дорогие друзья У меня У бизнесмена Поскольку я Бизнесмен в том числе Никогда не покупайте Никакие корма Для кошек Собак Другие продукты Ну потому что Как же иначе Мне доказать Что я не для этого Вам говорю Вот не покупайте Я призываю Не покупайте А дело не в том А в правде Дело А в чем правда А посмотрите Под ним ссылочки Под первым моим видео Которое больше там Просмотров набрало Не помню сколько А там сказано Дана ссылка Где был форум У меня он сейчас До сих пор есть в блоге Где когда-то Один пишет Другой То же самое Письмо Примерно Что так Что значит Вот у собаки рак Последняя стадия Уже все врачи Ничего не могут И я перевел их На соки Свежевыжатые И на овощи Только И собака выздоровела Рак прошел То же самое пишет О кошках Я решил опубликовать Это И туда люди стали писать Свои же Такие же Собственно Абсолютно Такие же Случаи Так вот что я вам хочу сказать Невозможное То есть чудо Вашими словами Свершилось Не раз И это закономерность Уже если не раз Несмотря на то Что кошки Собаки Безусловно По всем признакам Хищники В этом спора нет И да Они должны в природе Питаться там Мышками Маленькими Млекопитающими Кошки Собаки Это хищники Грубо говоря Волки По сути То тем не менее Как же Объяснить тот факт Что А это факт Что переводя их На полноценные Только Разумеется С точки зрения Аминокислот Жиров Питание Они не только Здоровее Становятся Но и дольше Живут Не болеют И не умирают От человеческих Болезней От которых Они обязательно Умрут Если вы Будете кормить Со своего стола Другое дело С сырым мясом Собак это да Но тут уже вопрос Этики Поэтому давайте так Все таки Я вот очень не люблю Глупых людей Я очень не люблю Людей Которых Оправдывает Свои желания Любой ценой Потому что им так хочется И они находят любые Как им кажется Аргументы Хотя даже Мне кажется Порой Что они понимают Что это совсем не аргументы Потому что они же В жизни своей Не в вакууме живут Слышали и обратное Наверное Да просто верить не хотят Думать не хотят Поэтому это цинизм Уже и глупость Человеческая Поэтому так Давайте Значит не буду Я никакие больше Комментарии читать Значит Я готов С любым человеком Если он напишет Аргументированное Попытается опровергнуть Только не сам дурак Опровергнуть документы Как сказать Ну Логически Аргументированно Пишите Но я вас Все-таки вам советую Да Давайте будем Людьми все-таки Порядочными Уважать друг друга Так вот вы Перед тем как писать У меня Меня смотрят Десятки тысяч людей Да Поэтому я не могу Каждому прям отвечать Хотя делаю это Сейчас практически Через силу уже Да Но тем не менее Делаю еще Так вот У меня есть несколько Видео Здесь они будут Под таким названием Под моим данным видео Товарищи мясоеды Прочтите Прочтите Просмотрите эти видео Вот что-то типа этого Или как-то аналогично Вы поймете В общем будет Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Как минимум Вот посмотрите Не поленитесь Будьте людьми После этого Подумайте Что скажет Ваша совесть Ваша душа Вам подскажет Потом что-то напишите Раньше все-таки Не пишите Уверяю вас Что Что бы вы ни писали Как это говорил Жданов О алкоголе Что никто Никогда мне Ничего нового Не напишет И никакой аргумент Не приведет И это уже проверено Десятилетиями Так и я вам говорю Что никто Ничего нового Ни академик Любой другой человек Любой профессии Ничего уже не напишет Нового А все что вы захотите Когда вас будет бесить Так вот бесить У вас будет понимание Что все-таки Я-то прав Ну не потому что я Потому что я правильные вещи говорю И понимание того Что вы слабы Или подлы И вы будете попытаться Нападением Оправдать Свою подлость Цинизм Безрассудство Глупость Вот А вы лучше на себя пеняйте Ведь человек Тогда возвышается Когда он говорит Да я слезняк Я слабак Я так сказать Был непорядочным Я хочу себя изменить Я понял Я осознаю И я действительно изменюсь Вот это Право сильного человека Или вернее Скажем Поступок сильного человека Будет Вот этим можно гордиться Я имею в виду Поступком Когда человек Возвышается над собой Прежним А не пускает Себя Перед другими Разумными людьми Ниже Уровня нынешнего своего И не пытается Опустить других людей Кто пытается Правду это говорить А люди на него В ответ на эту правду Плюют Опустить до своего уровня И даже ниже Поэтому А уж тем более Цинизм двойной Когда мы Что-то там О духовности О боге говорим О человеколюбии О сострадании И вот этот цинизм Самый подлый Низкий И я считаю Недопустимый Что ж Дорогие друзья Вам жить Вам выбирать А вам Анна Я желаю Здравомыслия Переоценку ценностей И честного И чистого подхода Ко всему Беспристрастного И все-таки Откройте свою душу Посмотрите в нее Загляните Того ли вы Человека В себя Во всех отношениях Воспитали Всего хорошего Откройте